Французский романист Александр Дюма, совершив вояж по Кавказу в 1850-х годах, посвятил пару страниц в Кавказе одному храбрецу горца Тушетти Шете Гулухаидзе. Отец Шете, звядый Гулухаидзе, беднейший из тушин, поссорившись со своим дядей, убил его. Спасаясь от кровомстителей, семья Гулухаидзе переселилась в Хевсуреки. После смерти отца отчаянное положение матери вынудило ее тайно вернуться на родину, где она поселилась у своей сестры. Вскоре у мальчика не стало и матери, и он жил с теткой, которая с трудом сводила концы с концами. Парень отличался завидной силой и ловкостью, а также меткостью в стрельбе из отцовского ружья. Однако его жизнь проходила под постоянным страхом кровной мести со стороны родственников, убитого отцом человека. Кровь не смывается водой, кровь смывается кровью. То ли откровенная бедность тетки с племянником, то ли общая жалость к сироте. Но в конце концов мстители отказались исполнить свой долг на подростке и объявили ему об этом. С этого времени Шате начал свободно ходить по горам Исаклиева тетки и наполнялась мясом дичи. Он жадал большой славы и стал участвовать в набегах на соседний Дагестан. Его дом наполнялся руками, отрубленным им в качестве трофея врагов. Помимо набегов на соседний Дагестан, Шате участвовал в защите тушетских селений. И Александр Дюма писал, в числе рук принесенных Шате была одна детская. Как же она к нему попала? Лизгинские матери, чтобы заставить замолчать своих детей, говорят, вот я сейчас позову Шате. Дети со страху умолкают. Один из них более других упорный или, может быть, неверующий в Шате продолжал плакать. Это было ночью. Мать взяла ребенка и открыла окно. Шате, Шате, крикнула она, отрежь руку этому плакси. И чтобы устрашить ребенка, она высунула его за окно. Ребенок испустил отчаянный крик. Мать тотчас же заметила, что этот крик произошел от боли, а не от страха. И поэтому немедленно втащила ребенка назад. А правая рука у него была уже отрублена. Одной из почетных обязанностей воинских обычаев было то, что сын не мог жениться, если не убил врага и не принес в деревню отрубленную правую руку. Хорошо, что такая традиция осталась далеко в прошлом. Балеко, иди сюда, сынок. Если его где-нибудь встретишь, не убивай. Очень тебя прошу. Знаешь, какое сейчас время. Не так поймут.